Рабочий день могут сделать выходным для проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Идею поддержал Путин. Также он согласился с предложением профсоюзов прописать в Конституции обязательную индексацию не только пенсий, но и зарплат. Как отметил президент, все предложения невозможно включить в Конституцию, но и под сукно они не должны попасть. Сделать рабочий день выходным для проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию – это правильно. Об этом заявил Владимир Путин на заседании рабочей группы по подготовке изменения в основном в законе страны. Члены группы политики, ученые и общественные деятели озвучивали свои предложения о форме голосования, индексациях пенсии и зарплат, территории страны, о понятиях брака и семьи, даже о ядерном статусе. Мы собрали некоторые тезисы. Про дату всероссийского голосования. Вот как люди скажут, так и будет. Если люди в ходе голосования подтвердят, что они поддерживают, значит закон вступает в силу и поправки в Конституцию вносятся. Если не подтвердят, то поправки в Конституцию внесены не будут. Что касается дня голосования и тех, кто должен организовать, я с вами полностью согласен. Конечно, это кроме ЦИКа никто не сделает. Поэтому я это распоряжение подпишу и выпустим моего сегодня или завтра. А вот мы договорились, что это в рабочий день должно быть. В рабочий день это правильно, но только объявив его выходным. Но только с тем, чтобы особое внимание правительства на это обращу, чтобы потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников, или первомайских, или новогодних. Про сроки внесения поправок. Мы никуда не спешим особенно. Второе чтение можно немножко отложить, попросить коллег. Ну, затягивать не нужно, просто бесконечно. Понимаете, чтобы не носило такой перманентный характер, непрекращающийся удовольствием, будем получать от обсуждения всяких возможных вещей. Надо вносить уже будет, чтобы людям показать, что наша работа может закончиться положительным для них результатом. Здесь нужно подойти очень основательно. Про закрепление ядерного статуса России. Что касается ядерного статуса, ведь вопрос не в том, что мы ядерная держава сегодня. Вопрос в том, чтобы мы были на шаг впереди по всем новейшим системам вооружения. А это может быть не обязательно ядерное оружие. Это может быть оружие на новых физических принципах. Но чем занимаются наши ученые, чем занимается промышленность, когда-то, может быть, ядерное оружие будет не самым эффективным. Ну вот, например, система противоракетной обороны, которую вы хорошо знаете, она как раз на это и направлена, чтобы обесточить наш ядерный потенциал. Но после того, как у нас появилось гиперзвуковое оружие, стали бессмысленные их попытки это сделать и бессмысленные метраты, которые они уже произвели, многомиллиардные. Про понятия брака и семьи. Позволю с вами немножко подискутировать. Семья, вы сказали, союз мужчины и женщины. А если это не полная семья, что тогда? Надо уточнить некоторые вещи. Брак – это союз мужчины и женщины. С семьей немножко там по-другому. Но идея сама по себе, сама по себе идея правильная и должна быть поддержана. Что касается родителя номер один, родителя номер два, я уже как-то публично говорил. И повторю еще раз, пока я президент, у нас не будет родителей один, будет папа и мама. Про английского мастифа. Наше предложение такое. Дополнить основной закон пунктом о сохранении живого природного ресурса страны. А так как я еще являюсь заводчиком двух, ну такая порода собак, очень редкая в России, английские мастифы, если можно, при следующем помете я вам щенка подарю английского мастифа. Как кормить будем? Уж большой, здоровая собака-то, да? Они замки охраняли, что они делают? Да, 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 да. Это королям дарили такие подарки. Спасибо большое за этот подарок. Благодарю. А идея хорошая. Также в Конституции может быть закреплен статус России как страны-поведительницы во Второй мировой, а также внесен запрет на отчуждение территории России. Путин назвал предложение хорошими идеями. Успели поговорить и про обязательную индексацию пенсии. По мнению Путина, нормы индексации пенсии должны регулироваться не Конституцией, а федеральными законами. Это нужно зафиксировать также и в отношении индексации зарплат.